Субтитры сделал DimaTorzok 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 что игра может либо деградировать личность, либо она может развивать личность. Когда ребенок, ему интересно, он играет, ему хочется узнать что-то новое, он может подойти к учителю и спросить. Юль, по-честному, у вас гимназия 23-я – это хорошая, благополучная гимназия, дети у вас благополучные. Я все равно уверен, что абсолютное большинство детей, которые у вас в классе играют, где вы классный руководитель, которых вы знаете, для них игры – это зло или нет? Или они развивают их? Нет, игры – это не зло, ведь игры бывают разные, согласитесь. Правильно? Есть игры, которые будут не развивать, а есть игры, которые будут развивать. Я преподаватель математики. Тогда, может быть, нужно предлагать детям те игры, которые развивают, и, может быть, они ими увлекутся, им будет неинтересно играть другие. Я думаю, что вот это направление в деятельности, например, учителя информатики. Как учитель русского языка, он может научить ребенка говорить пранные слова, мату научить, либо научить красивому русскому языку. А не будущее ли это образование привлекать интерес к предмету через компьютерные игры? Почему нет? Я, например, привлекаю компьютер, ну, скажем, не через игры, а вообще применение компьютера. Правильно, мы современные люди, мы живем в 21-м столетии, мы должны развивать детей. Мы не можем полностью отвернуться... Илья, а какой у вас класс, скажите? Я не классный руководитель, но я преподаю и в 5-х, и в 11-х, и в 7-х классах. То есть это совершенно разные дети. У вас на родах разрешено детям пользоваться телефонами? Телефонами? Нет, разрешено. Ну, вы знаете, да, дети в телефонах играют. Конечно, естественно, они все те, они играют. В нашей гимназии построено таким образом, что на время четверти в кабинетах информатики, в всех компьютерных кабинетах игры вообще убираются с компьютеров. То есть нет таких игр, которые просто поиграть, развлечься. Есть игры только обучающие. Например, по математике для 5-го класса построено обучение, есть через игры программы. У детей личные их игры? Их присадки какие-то, PSP, телефоны? Конечно, 7-е классы очень любят этим увлечься, но опять-таки у них это не выходит за рамки. Но вы не видите в этом что-то страшное? Нет, я не вижу в этом что-то такого. Юля, скажите, пожалуйста, вы наблюдали какую-то вообще зависимость? Или, например, наблюдали ли, что дети, которые играют в компьютерные игры, они успевают лучше в математике? Ну, к примеру. Для того, в компьютере и в игре нужно разобраться. Для этого, грубо говоря, нужен мозг. Если в игре нужно разобраться, если развивается логика, развивается внимательность, правильно, то тогда получается, что ребенок уже решает какие-то задачи, у него уже это полушарие мозга лучше работает, правильно? Он тогда уже может разные варианты предлагать решения. А уроки дома делают? Отлично, развивают пальцы, да? А уроки, уроки дети делают, скажите, пожалуйста. Мои дети делают уроки. Ваши дети делают. Я вас просто аплодирую. У меня вопрос к врачу-октальмологу. Ну, безусловно, такое влечение компьютером и играми наверняка садит зрение. Насколько это действительно проблема? Или, в общем-то, в зависимости от того, какой иммунитет у ребенка? Да, санта, там все. На самом деле, все вы знаете, что любой субстрат, быть может, и ядом, и лекарством, значит, все это дело в дозе. Если в большом количестве дети, значит, пользуются компьютером игры, я имею в виду, то есть на близком расстоянии, много работают, значит, много напрягают свою аккомодацию, то это прямой путь в близорукости. Но в нашем центре мы лечим, значит, заболевания глаза, такие как косоглазие, амблиопия, дальнозоркость, именно с помощью специальных... Алла, давайте мы сейчас от общих фраз, что это путь к близорукости. Есть какие-то данные, за последние 5 лет количество близоруких детей увеличилось в разы? Есть что-то такое? Ежегодно количество детей близоруких увеличивается на 5%. Если в среднем 5% в первом классе детей... То есть через 20 лет будут все близорукие дети? То в 11 классе... Может быть, надо покупать более качественные мониторы? Вот, вот сейчас же современные мониторы, они меньше влияют на зрение? Нет, нет, тоже самое. Мы напрягаем аккомодацию свою, то есть мы заставляем наш глаз много работать на близком расстоянии. Наш глаз для этого не создан, он был создан давным-давно для зрения вдаль, понимаете? А мы его, значит, пользуем иначе. Компьютер, каким бы он ни был, он убивает наше здоровье, правильно? Он, естественно, естественно. Антон Плебанович, хотел бы поинтересоваться у вас. Антон, что у вас со зрением? Знаете, с 6 лет играю, сижу за компьютером, еще когда тогда были очень плохие мониторы, которые действительно высаживали зрение. У меня зрение 2 единицы. Я хотел бы добавить, вот, например, я играю в видеоигры, компьютерные игры. У многих людей есть ощущение, что компьютерные игры, это когда человек смотрит в монитор. Это совсем не так. У меня дома стоит проектор, он проецирует трехметровое изображение. Я сижу с беспроводной... Это уже серьезный поток, вы профессиональный геймер. Владимир, вы думаете, у детей тоже проекторы дома стоят? Вы же понимаете прекрасно, что вы как бы не являетесь вот этим срезом. У знакомых у меня детей есть дома проекторы. Есть дома проекторы. Они стоят столько же, сколько телевизоры. Есть, как бы, азартные игры. Их запретили, там, их куда-то в отведенные специальные места с 18 лет. Хотя они, как бы, да, ничего плохого не делают, просто у людей забирают деньги, да? Ну, просто человек с неокрепшей психикой, он, скорее всего, пойдет и все свои деньги проиграет. Точно так же здесь человек с неокрепшей психикой возьмет и так вот и спрыгнет с крыши, потому что, ну, вот что-то ему показалось, что это важно в жизни. Мне кажется, важно разделять азартные вещи, когда мы играем на деньги, и когда мы играем на интерес. Это абсолютно... О чем мы сейчас говорим? Ребята, о чем мы сейчас говорим? Войдите в любой двор. Мы говорим, как хорошо компьютерные игры. Сейчас в любом дворе нету детей. Мы в свое время играли в лапту, во все, что угодно, в футбол, в волейбол. Ну, может быть, потому что как раз-таки не было компьютерных игр, а сейчас действительно, если один ребенок выходит по отбору, а там нет детей, он возвращается домой к компьютеру, правильно? Вы знаете, ассоциация производителей видеоигр делала исследования. Они показывают, что среди людей, которые играют в игры, это просто более активный слой населения. Эти же люди больше занимаются спортом. Кто? Любители видеоигр? Эти же люди больше общаются с остальными людьми. Я прошу прощения, у вас есть ребенок? Нет. Нет, у меня нет. Я своего сына загоняю, чтобы он занимался спортом. Загоняю, для него проще сесть, посидеть в контакте.